В Крае действует порядок подключения заявителей к существующему газопроводу следующим порядком. То есть до земельного участка это зарегулировано, у нас были ставки платы, стандартизированные ставки платы установлены. Это в зависимости от протяженности, если до 300 метров существует льготная категория потребителей, и там платеж составляет ограниченный, там немножко больше 27 тысяч рублей. Но уже вот с 1 января 2020 года у нас действует такой механизм, и ставки платы устанавливаются внутри земельного участка заявителей. То есть если раньше это не регулировалось государством, и различные строительные компании предлагали свои услуги, и стоимость газопровода в границах земельного участка достигал порой до 200 тысяч рублей. В 2018 году обещали, что газ у нас почти бесплатно будет, так? От 60, самое большое, 60, 90 тысяч. Сейчас у нас газ обходится 200 тысяч. Объясните, откуда такие цены? Да, по причине. Вот труба идет до дома, до стояк. 30 тысяч на два дома. Да, представляете? Да, проект. Проект. Ну это ладно. Откуда они взяли такие цены? Сделали там. Да, сделали там. 200 тысяч. Представляете сейчас? Я вообще говорю. То сейчас стандартизированные ставки установлены. И ориентировочный платеж, вплоть до подключения самого уже газоиспользующего оборудования. Ну в зависимости от протяженности там внутри земельного участка заявителей, ну предварительно обсчитывали там порядка 25-35 тысяч рублей. Вот, и поэтому мы рекомендуем заявителям при обращении в газораспределительную организацию требовать у них сразу и технические условия, и договор. Если газораспределительная организация будет рекомендовать вначале выполнить действия по строительству газопровода внутри земельного участка, а потом уже приходить за договором или за техническими условиями, это грубое нарушение федерального законодательства. Ну у нас сейчас, особенно вот Хабаровский район очень активно газифицируется, район имени Лазо. То есть я считаю, что вот с введением вот этого федерального законодательства, что мы регулируем также строительство внутри земельного участка, эта услуга станет более доступной для жителей. Продолжение следует...